Друзья, всем привет! На связи Александр Анюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница, мы подводим итоги торговой недели, сегодня еще и начало нового дня. Более структурный обзор уже будет в понедельник. Сегодня мы быстренько подведем итоги, что было интересного за эту торговую неделю. Итак, по американскому доллару основная идея была это пробоя нижней границы и по ходу закрепления цены ниже вот этой области, где у нас серьезная лимитная поддержка была и где усилия покупатели сделали. Мы это видели по кумулятивной дельте, по объему. И таким образом на текущий момент этого не произошло. Соответственно, сценарий остается в силе, ждем плюс-минус вот такого сценария. И вот в этой точке, как раз в момент, когда мы закрепились, тестировали снизу, вот тогда и будет интерес уже рассматривать среднесрочные шортовые истории по этому инструменту. Пока что таких нет. Пока мы находимся выше этой области, все-таки есть смысл рассматривать лонговый лонг сценарий, но не среднесрочный. Среднесрочный пока здесь кажется маловероятным, так как открытый интерес снижается потихоньку, хотя цена еще в восходящей тенденции. То есть участники рынка покидают свои лонговые позиции, не то чтобы не верят, а не поддерживают деньгами потенциальное продолжение восходящей тенденции. Поэтому более вероятно, как по мне, это пробой уровня объема за июнь 2022 года и тогда уже дальнейший поход вниз. По европейской валюте основная идея выполнена, то есть мы достигли уровень дисбаланса и на текущий момент новых торговых идей нет. Мы видим, что фонды потихонечку что-то там пытаются возвращать свою лонговую позицию на текущих отметках. Посмотрим в понедельник, продолжится ли эта тенденция, будут ли такие же усилия у них и в свежем соточете. Если да, то тогда можно будет как раз уже рассматривать потенциальный еще один вход в лонг на продолжение вот этого разворота, попытки разворота. Посмотрим. Пока таких предпосылок нет. В швейцарске Франко основная идея была шортовая. Идея была в том, чтобы после пробоя, ну точнее не так, с этого быковика выходить вниз. Почему эта идея такая была сформирована? Если что, можно посмотреть в понедельник, более структурный ответ на этот вопрос, но лонг-стори очень коротко. Значит, у нас открыто интерес на падающей цене растет. Первое. Второе. Когда американский доллар снижался, то этот инструмент показал хуже всего динамику. То есть он не смог даже вырасти. Огромные покупки, которые проходили, не привели к успеху. Соответственно, эти все усилия, они как раз не привели ни к чему. Соответственно, как только что-то будет не совсем хорошо, американский доллар немножечко подрастет. Швейцарский франк один из первых будет лететь вниз. И это мы, в принципе, видели на этой неделе. То есть основные валюты не такие яркие движения показали. Ну, в том числе европейская валюта плюс-минус на том же уровне находится. А швейцарский франк все-таки потихонечку снижается. Дальше у нас австралийский доллар. В целом, пока ничего сильно не меняется. То есть я сижу в позиции, сижу, жду. Сильно никаких движений не происходит. Новозеландский доллар. Да, идея здесь была в продвижении цены дальше вверх, после закрепления выше этого боковика, не пошло. Мы видим на текущий момент, что пока что идея еще остается актуальной. Открытый интерес растет на растущей цене. Раз. Много покупают. Большие продажи, которые были вот здесь, если на младшем таймфрейме рассмотреть, те продажи, которые были в минимум, они уже не приводили к успеху. То есть цену уже принимали лимитные покупатели, удерживали вот эту область. И таким образом, как по мне, это отличная возможность для того, чтобы добрать позицию. То есть риски здесь фиксируются в моменты достижения минимума. То есть если что, там можно с небольшим зазором вниз. Но в целом, если уже подойдут к минимуму за текущий диапазон, то дальше уже держать особого смысла не будет. Там скорее всего будет пробой. Вот, соответственно, в текущих отметах вижу смысл, если вы не рассматривали торговую идею, вижу смысл рассмотреть как раз лонг-приоритет по этому инструменту. И это как раз у нас вот плюс-минус такая торговая идея. На достижение уровней объема. Крытый интерес хорошо растет, пока стоит на месте. Это означает, что участники рынка удерживают свои лонговые позиции. Канадский доллар, плавный набор лонга продолжает. Здесь все очень просто. У нас в ближайшее время появится лонг-приоритет по сот-индексу. Открытый интерес на падающей цене растет. Соответственно, тут два варианта. Либо точечно заходить уже после того, как лонг-приоритет по сот-индексу появится. Это первый вариант. Второй вариант даже, три будет. Второй вариант – это закрепление выше локального максимума, так как там начнется закрытие шортовых позиций. Это делает импульс для цены вверх. И третий вариант – это плавный набор позиций на момент снижения цены. Но стоит рассчитывать таким образом, чтобы до момента, когда у нас появится лонг-приоритет, не влететь нормально. То есть потихонечку накапливать объем-то и все. По британскому фунту лонг-идея еще остается в силе. У нас скиву показывал британец в моменты, когда американский доллар рос. Британец в целом стоял на месте, особо сильно не падал. Даже максимумы свои потихонечку обновлял. Существенная дивергенция вот в этом месте находится. Если мы вот так вот сделаем, то в данном месте существенная дивергенция была. И пока цена находится выше этой дивергенции, я считаю, что у нас есть все шансы на продолжение тенденции вверх. Японская иена пока особых подвижек нет. Здесь серьезные шарты накапливают фонды. Хорошая дивергенция кумулятивных дельт развивается. Но это и нормально. Пока цена находится ниже области, которую мы отмечали в понедельник, по резкому изменению открытого интереса, позиций в сотоотчетах, пока цена находится ниже этой области, то у нас все шансы на дальнейшее продолжение нисходящей траектории. Внутри дня есть смысл использовать эти позиции. Среднесрочно не вижу здесь для себя возможности присоединиться к потенциальным шорт-позициям, так как любое движение вверх, выше вот этого уровня объема будет уже выше этой области, будет расцениваться для многих как закрытие шортовых позиций. И это резкий импульс вверх. Посмотрим, интересно, добрали ли шорт-позицию фонды. Помните, что в минимум прошлого года они накопили существенную шортовую позицию в этот момент. И дальше, когда цена уже установила новый локальный максимум, цену развернули достаточно легко. Как раз на закрытии шортовых позиций. Здесь такая же история будет. Нам только нужно дождаться установления локального максимума и резкое увеличение шортов в локальный минимум. С дивергенцией кумулятивных дельт красивой это будет шикарный трейд. По сырью. Нефть пока продолжается лонговая идея. Золото. Вижу смысл накапливать шорт-позицию по этому инструменту, так как инфляция снижается. Доходность по облигациям еще находится на достаточно высоких уровнях. И пока ставку не планируют понижать, давление на инфляцию будет сохраняться. Соответственно, золота тоже особо в попоре не будет. Сразу серебро давайте рассмотрим. По серебру у нас на текущий момент. Движение не такое яркое. Если даже мы посмотрим на корреляцию между золотом и серебром, то в последнее время они достаточно плотно коррелируют, особо сильно не расходятся. Но идея в том, что до конца марта есть смысл работать шорт по золоту, лонг по серебру за счет сезонности. Каждый раз, когда у нас происходит хорошее отклонение в рамках недели, месяца, квартала, здесь смысл его использовать для работы на сближение. Шуничка. Ничего интересного. По меди ничего не меняется. Газ. Здесь есть шансы на продолжение восходящей тенденции. Импульса этого. Даже не тенденции. Во-первых, вводятся квоты на добычу газа. Это раз. И уже есть компании, которые готовы поддержать эти квоты и снижать объем добычи, дабы поддержать баланс просто предложения на рынке. Второе. Это большой шорт интерес в рынке, который очень легко может прям схлопнуться. И я считаю, что в ближайшее время это в целом и произойдет. Поэтому есть спекулятивная идея. В рамках недельки следующей отработать. Это вот этот нарратив с введением квот на добычу. Вот здесь в принципе через опционы очень хорошо можно это все отработать. Если с фьючами, то есть смысл дожидаться момента на более младшем таймфрейме дивергенции кумулятивных дельц и чифтишкой, либо с пинбаром, либо с контратакой. Ну то есть у вас должны быть аргументы для того, чтобы открыть шортовую позицию, ой лонговую позицию. Мы заходим, выставляем стоп, выставляем тейк, но тейк выставляем не на весь объем, на часть. Один к трем взяли, например, в спекулятивной позиции, закрыли 80% объема, все успокоились, что зафиксировали хорошую прибыль. И дальше этот маленький объем уже додерживаем. Потому что если будет хороший разгон, вот плюс-минус, как здесь, то этот маленький объем даст такой же результат, как и тот большой. Крипто, движение вверх... Так, это всплыл, раз, два, три... Ну да, движение вверх особо не... Ай... Да... Давай, сейчас мы изменим. Движение вверх за последних два дня в целом сильно не происходило. Но так-то притоки в ETF очень сильно растут. Растут прям по 500, 600, 700 миллионов. Каждый день, три последних дня. Просто заносят невероятно. Маркетмейкеры покупают все дороже и дороже. А уже есть ребята, которые фронтранят это все. То есть они видят, что покупаются... Уже анализируют объем торгов. Объем торгов растет по ETF суммарно. Значит, они покупают, ждут, когда маркетмейкеры начнут покупать. Ему продаются таким образом. Все драйвят цену все дальше вверх. Долг. На рынке долга там тоже сумасшествие. За три последних дня 400 или 500, 600 миллионов суммарно взяли в долг. Еще до тех, которые были. На ленд-площадках тоже феерия. Те, кто предоставляют сейбл ликвидность, получают 30-40% годовых. Просто за то, что они предоставляют возможность другим использовать их деньги в спекулятивной торговле. Ну, короче. Это все длится долго не сможет. Вы посмотрите просто на историю финансирования. Дольше месяца она никогда не была на таких отметках. Это рекорды. Соответственно, участникам рынка рано или поздно станет некомфортно. Я считаю, что формула успеха достаточно простая. Формула успеха достаточно простая. 2-3 дня в боковике. Замедление потоков, которые мы уже видели ранее в районе отметки 52-53. Где-то вот в этом диапазоне. Вот здесь. Вот в этом диапазоне мы видели не ток. Мы видели замедление притока. То есть, если были притоки по 300-400 миллионов, 200, потом 130, 70, 50. Вот. Притоки были, цена не росла. Но и сильно не падала. Цена не росла, но по чуть-чуть там снижалась. Вот, соответственно, формула успеха. 2 дня уменьшения притоков. Раз. Второе. 2 дня стоим в боковике. Те, кто сидят с долгами, с левереджем, им будет некомфортно платить 30-40% годовых за удержание долга. А те, кто сидят еще на фьючах, там фандинг 0,07. Это только по битку. В целом, грубо говоря, в среднем 0,1 каждых 8 часов. То есть, 0,3% каждый день платится за удержание лонговой позиции на фьючах приблизительно. То есть, участникам рынка будет некомфортно 2-3 дня, когда цена будет просто стоять, а не платят хорошие деньги за то, что просто находятся в позициях. Соответственно, начнется выход левереджа. Выход левереджа – это хорошее падение. Это первое. Второе. Начало месяца, ребалансировки по-любому будут. Участники рынка будут смотреть, ага, мой портфель, моя часть, та, что в битках выросла существенно. Но, как бы, в принципе, пора бы часть и продать. Таким образом, я считаю, что в ближайшее время будет отток средств ETF. И это создает хорошие возможности для того, чтобы рассмотреть шорт-сценарии по данному инструменту с инструментом с фиксированным риском. Покупка опционов. Банально даже просто путь можно покупать. Учитывая то, что на текущий момент спрос на колы очень высокий, а на путы вот такусенький, то там идет перекос в стоимости, и путы достаточно дешевые. Соответственно, как по мне, есть смысл поиграть в эту рулеточку, так как у нас фиксированный риск. Максимум, чем на покупку премии, премии не получится потратить. Это первое. А второе. У нас неограниченная прибыль. Таким образом, покупается пут, выставляется лимитка на его же продажу. Значительно дороже. Не знаю, 200, 300, 500, 700 процентов дороже. В зависимости от экспирации и близости к центральным страйкам и так дальше. Вот. Выставляется лимитка и все. Ну, максимум покупка – это ваш стандартный торговый риск. В момент, когда появляется торговая идея, то есть, не знаю, контратака на локальных максимум. Взяли пут. Ваш стоплос – это и есть размер премии. Тайк, ну, тут уже 1 к 3 брать особого смысла нет. Есть смысл там 1 к 4, 5, 7, 10. Так. По поводу фондового рынка. Сезонность пока работает. Мы видим стагнацию. Да, пока особо сильно не растет. Эффект Nvidia отработал себя. Пока стоим на месте. Окей. Сильно ничего не меняется. Russell только чуть-чуть перформил. В целом, по фондовому рынку. Шорт идеи остается в силе. Я не вижу смысла накапливать среднесрочную шортовую позицию. Против рынка идти не совсем окей. Моменты, когда у нас появляются ситуации с хорошими накоплениями в верхней части, с контратаками продавцов. Вот такие ситуации есть смысл использовать для шорт позиции. Если пойдет, то будет хорошее движение вниз. Если нет, ну, нет. Вот до этого хорошая контратака в лонг была. И это причем практически в локальный максимум. Но эффект Nvidia, минутки ФРС и все остальное. Так, окей. По поводу фондового рынка. Russell против остальных инструментов. Потихонечку сходится. Здесь в целом потихонечку лед идет. Какао я не подгрузил. Извините. Я думаю, в понедельник мы рассмотрим его. Извините за короткие обзоры. Я в небольшом путешествии. Поэтому не супер комфортно, не супер удобно. Но, да, но в целом выйти на связь всегда приятно. По поводу спредов, по поводу корреляций. Британец против австралийца пока сильно не сходится. И швейцарец против японской иены тоже особо сильно, ну, чуть-чуть сошлись. Но не так, чтобы критично. Поэтому, ну, сошлись это хорошо. Но не так, чтобы фиксироваться. Всем хороших выходных. До встречи в понедельник. В прямом эфире рассмотрим инструменты, посмотрим какао, посмотрим соточеты, сформулируем новые торговые идеи. Будем на связи.